Нынешняя жизнь этой красавицы не имеет ничего общего с тем, что ей пришлось пережить в детстве. Сейчас, когда у этой популярной певицы есть семья и любящий муж, она хотела бы рассказать всем о своем сложном жизненном пути. Биография этой знаменитости также многогранна, как и ее творчество, ее жизнь как нельзя точно соответствует поговорке через тернии к звездам. Детство певицы прошло в интернате, но за это судьба отблагодарила ее плодотворной карьерой. Вот ее рассказ. Родители развелись еще до того, как я родилась. Помимо меня, маме пришлось самостоятельно растить еще двух сыновей, а время было очень тяжелое, начало 90-х. Мы жили в маленьком доме с единственной комнатой и неотапливаемой кухней. Туалет на улице, а воду нужно было носить из колодца. В доме одни голые стены у нас не было ни телевизора, ни даже кровати. Скорее всего, вы уже догадались, о ком идет речь. Да, это Аня Лорак, ныне народная артистка Украины, популярная певица, модель и рекламное лицо международных брендов. Настоящее имя Аня Лорак – Каролина Коек. Сначала юная певица выступала под своим настоящим именем, но после того, как перед девушкой открылись двери в большой шоу-бизнес, ей пришлось взять псевдоним. Сложное детство будущей звезды было предопределено еще до рождения, родители расстались, когда Каролина даже не появилась на свет. Родившуюся девочку ждала ужасная нищета. Аня Лорак вспоминает, что в доме всегда было холодно, поэтому дети жались друг к другу под одеялом, чтобы хоть немного согреться. Возможно, такие лишения приучили ее спокойно переносить тяготы кочевой гастрольной жизни. «Мы жили не у черты бедности, а за ней. Я донашивала одежду среднего брата, мальчиковые брюки, рубашки и штопанные-перештопанные колготки. В целях экономии мама покупала мне обувь на два размера больше. И я, крошечка, ходила в громадных башмаках, как на лыжах. Долгое время я вообще не понимала, как это быть сытой. Маминой зарплаты не хватало даже на еду. Вспоминает те дни Аня Лорак. С четырех лет девочка мечтала стать известной певицей, но условия ее жизни диктовали свои правила. Из-за полной нищеты матери пришлось собственноручно отдать дочку в интернат. Там девочка хотя бы могла регулярно питаться. Оказавшись в интернате, девочка не отказалась от своих мечтаний. Она постоянно принимала участие в конкурсах местного масштаба. И один из таких конкурсов оказался для девушки с счастливым билетом в первый эшелон отечественного шоу-бизнеса в 1995 году. Далее последовало бесчисленное множество конкурсов с участием артистки. Аня Лорак занималась любимым делом и много работала. Певица считает, что во всем, через что и пришлось пройти, есть какой-то высший замысел. Конечно, трудное детство – это последнее из того, чего нам хотелось бы пожелать своим детям. Но история Каролины может послужить для всех маленьких девочек отличным примером трудолюбия и веры в себе.